I'm very sorry, I've not prepared my English speech, and I think it will be more easy to understand me if I just present my work in Russian. Итак, моя работа посвящена изучению импульсно-мультранного разряда в легких газах. Сейчас существует огромное количество областей, в которых необходимо создавать плотную газовую плазму. В основном они связаны с взаимодействием твердого тела с плазмой. И существуют задачи, в частности, как раз космические двигатели, в которых необходимо создавать высоко организованную плотную плазму с отсутствием металлических примесей внутри нее. Нам показалось, что достаточно интересно было бы применить в качестве создания такой плазмы сильноточный импульсно-мультранный разряд, который известен как High PIMS. Однако основным его недостатком в данной ситуации было то, что он создан исключительно для распыления электродов. И надо будет проверить, насколько возможно его использование в легких газах с уменьшенной эрозией электродов. Таким образом, нашей задачей было исследование миллисекундной длины импульсно-мультранных разрядов среди гелия и водорода. Также попытаться достичь режимов с низким напряжением разрядов, о которых я сейчас рассказываю. На слайде представлена осциллограмма трех достаточно распространенных режимов сильноточных импульсно-мультранных разрядов. Слева достаточно типичный режим сильноточного импульсного магнитрона, которому свойственно высокое напряжение и достаточно высокие токи. Высокое напряжение приводит к сильной эрозии электродов. В нашем случае сильноточный импульсно-мультранный разряд немножко отличается. Это L-High PIMS, что означает длинный онг. Потому что длительность импульса составляет не 50 мс или от 50 до 300 мс, а до 2 мс, можно и больше, то есть до десятков мс. При этом достигается квасистационарная фаза, где наблюдается плато по напряжению и по току разряда, при этом еще и наблюдается плато фактически по остальным параметрам плазмы, как в этом дальнейшем видно. Второй тип разряда здесь представлен. Он более известен по работам Ходаченко как нерасправляющим электронный разряд. Ему свойственно низкое напряжение, чуть-чуть выше, чем у контрагированной дуги на магнитронном разряде. Получается диффузный разряд большого объема, большой плотности, который не нагревает поверхность катода, соответственно, не вызывает его испарение, а также очень низкое напряжение практически исключает процесс распыления материалов. Справа представлен уже известный диапазон возможности существования этого режима разряда в среде, по-моему, в основном аргона, либо смеси аргон с кислородом. Соответственно, в первую очередь мы посмотрели, существует ли реализация данных разрядов именно в легких газах. Вот представлена статья, в которой описана реализация стабильных разрядов в смеси гелий с водородом. Нас интересуют чистые газы, поэтому мы будем стараться... Ну, в первую очередь мы постарались повторить в этом же диапазоне, возможно ли реализация в гелевой или водородной чистой плазме нераспыляющую электронную разряды как раз. И в дальнейшем наша работа будет посвящена именно обширению этих диапазонов в области повышенных давлений. Эксперименты проводились на двух установках. Слева представлен весьма классический монутрон, планерный монутрон. И, соответственно, исследования проводились, измерялись параметры разряда. Это, соответственно, в цепи блока питания. Также наблюдалась оптическая эмиссионная спектроскопия просто для детектирования наличия металлических примесей или их отсутствия. Также плотность плазмы и попытка оценить ее температуру проводилась при помощи зондарных мерок с импульсной раздержкой. Аналогичная ситуация проводилась для достаточно экзотичного магнетрона, хотя, я думаю, здесь он много кому известен, представлена Кадаченко. Это магнетрон с профилированными электродами, у которого увеличена площадь области со скрещенными полями. Таким образом, получается достаточно широкий, можно сказать, рейстрек. И все это происходит в магнитном поле типа CASP. В этой конфигурации, собственно, впервые был реализован нерасправляющий монутронный разряд, и мы подумали, что здесь будет логично просто попытаться его реализовать. Соответственно, для более наглядности, слева представлен планарный магнетрон. Он скучнее, конечно. И вот представлен магнетронный разряд в устройстве с профилированными электродами. Здесь, собственно, видно, что это загибающийся внутрь электрод, и вот разряд горит примерно таким образом. При этом можно очень сильно варьировать параметры разряда, изменяя магнитные опоры. Так как это CASP, он может быть сбалансированный, верхняя и нижняя катушка с одинаковым током, и, соответственно, магнитное поле будет посередине равно нулю. Либо можно сделать его сильно разбалансированным, от этого меняется оба сгорения разрядов. Все работы проводились в режиме очень близком к собалансированному. В данной ситуации он давал наиболее стабильный режим работы, хотя наиболее оптимальный параметр плазмы еще предстоит выяснить, в каком режиме работы. Соответственно, вольтамперная характеристика разрядов, полученных уже у нас разрядов в нашей работе, представлены слева классический длинный хайпинс, наблюдается плато, практически стационарный режим, и длительностью 2 миллисекунды. Напряжение при этом составляло от 600 до 900 вольт в разряде. Естественно, в этих условиях оптическая эмиссионная спектрископия показывала огромное количество, так как это электродно-уметном меди, и также, в принципе, при вскрытии установки было достаточно просто понять то, что это не самый подходящий разряд для реализации метал-фри газ-десчарж. Справа представлен как раз уже реализованный нерасправляющий нейтронный разряд с пониженным напряжением. Напряжение составило менее 100 вольт, как раз примерно, как и было в статье, около 80 вольт. При этом ток, соответственно, превышал сотни вольт, и в данной ситуации он ограничивался лишь нашим токоограничивающим устройством. На слайде представлено просто исследование зондового, наиболее симпатичный просто график для показания того, что существует плато не только в вольт-амперной характеристике, не вольт-амперной характеристике, а в стеллограммах тока и напряжения, но также и в параметрах плазмы – это плотность плазмы и температура плазмы. Практически во всех разрядах температура плазмы составила менее 1 вольта и незначительно колебалась, но при такой величине, в общем, очень сложно сказать, насколько точно мы ее оценивали, поэтому она не то чтобы показательна. Плотность плазмы мы брали на величине плато, усредняли и получали плюс-минус понятное величину. Сразу же, забегая вперед, можно сказать, что диффузный разряд на чистых газах у нас не получилось реализовать на плоском мубитроне при низких давлениях, мы надеемся, что при увеличении давления будет возможность перейти. Тем не менее, достаточно интересно и красиво получилось то, что семейство всех измеренных параметров плазмы при разных давлениях и, соответственно, в зависимости от, грубо говоря, вкладываемой энергии в импульс, она ложится на одну кривую и достаточно хорошо проложается вверх и вниз. Почему они настолько хорошо соответствуют при изменении давления, не слишком понятно. Тем не менее, это значительно упрощает, по крайней мере, поиски в дальнейшем других режимах. Аналогичные эксперименты были проведены в меньшем масштабе для водорода. Здесь чуть больше погрешность, но, в принципе, тоже наблюдаются некоторые тренды, которые тоже предстоит... Эти эксперименты будут продолжаться и расширить, посмотреть, возможно, здесь достаточно большая погрешность, и мы получим тоже одну единую кривую. На устройстве с профилированными электродами получился диффузный разряд практически сразу, и надо сказать, что он работает значительно более стабильно, чем сильноточный. Однако, в этом разряде намного сложнее применение классического зондальонгмёра, поскольку там еще происходит достаточно значительный нагрев газа, и, вероятнее всего, образуется все-таки бегающая область повышенной анидации. Такие, можно сказать, аналоги с ПОКСом. Тем не менее, мы смогли оценить получаемую в таком устройстве плотность плазмы, и для водорода, как для основного, для двигателей газа сейчас повышенной, ну, для дальнего космоса, так скажем. Получилась плотность плазмы 5 на 10,18 на кубический метр. Соответственно, есть надежда, что при повышении давления, как это было показано в известной литературе, почти линейно растет давление плотность плазмы. должна расти. И, соответственно, за заключение я могу сказать, что мы провели исследование импульсных монгетронных разрядов в легких газах, что достаточно экзотичная и мало исследуемая область, потому что области применения достаточно узкие. Также мы смогли достичь на чистом газе и на водороде, и на гелии нераспыляющего режима, который может использоваться в дальнейшем в качестве источника высокоионизованной и плотной плазмы без металлических примесей. И вот представлены параметры полученных. Спасибо за внимание.